Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, у меня все есть хорошая работа, машина, квартира. Я самодостаточная, красивая девушка. Молода. Недавно познакомилась с мужчиной-ровесником с одной сферой деятельности. Разведён, а первого брака двое детей. После того, как он меня увидел, сразу не стал проявлять внимание, общаться. Было видно, что я ему понравился, он всегда был рядом, в процессе общения он сказал, что его интересует только серьёзные отношения. И что ему нужна жена, и я тоже сразу обозначил, что мне нужны серьёзные отношения в перспективе моей семьё. Затем он говорил, что влюбился в меня, хочет жить вместе, видеть меня своей женой. Собственно, поэтому я решил начать с ним отношения. Мы просто встречались три месяца без интима, потом он стал оставаться у меня ночевать. Затем я стал замечать, что он редко охладел. Ещё месяц прошёл с ночевками, при этом отношения пошли на спад. Я стал спрашивать, что происходит, потому что видел, что нет уже того отношения ко мне, что человеку ничего не надо, его просто устраивает ездить ко мне раз в два недели, ночевать, и никакой ответственности. Затем мне сказал, что в один день он понял, что не хочет опять семью детей, что его устраивает и так, ему не нужна ответственность и обстоятельства, что он не хочет жениться. Сказал, что чем чаще он оставался у меня ночевать, тем больше понимал, что ему ничего не нужно. Но тем не менее продолжал ко мне ездить ночевать, объясняя, что я хороший человек, и мне нравится со мной общаться, он готов и дальше встречаться со мной в таком формате. Я сказал, что мне не нужны такие отношения, сказал ему, что больше не хочу это продолжать. Скажите, разве можно за один день две отрезки и придумать, если изначально человек ничего не хотел, или изначально человек ничего не хотел, а просто вешал мне лапшу на уши? Я вообще не понимаю, зачем нужно было приходить ко мне, заявлять о серьёзных намерениях, в обществе представлять нас как пару, а потом от всего отказаться, сказав, что он мне не врал, а делал так, как чувствовал. Сначала он всё хотел, а потом в один день передумал. Я начинаю копаться в себе и винить себя, что я что-то не так и сделала. Когда я стал задавать ему вопрос, он сказал, что я на него давлюсь, что мне лишь бы вытяжать, хотя я спрашивал его за его же слова, и видела, что слова расходятся с делом. Что могло произойти, что человек так резко поменял своё мнение? Я очень надеюсь, что вы внимательно послушайте то, что я скажу, хотя очевидно, что с чем-то вы не согласитесь. То, что вы начали копаться в себе и винить себя, что вы сделали что-то не так, свидетельствует о том, помимо всего остального, что брак для вас и семья для вас имеют большое и серьёзное значение. Значение явно достаточно для того, чтобы оно могло влиять на ваше поведение с мужчиной. Достаточно для того, чтобы в отношениях с мужчиной вы сводили свою значимость и свою ценность только к роли жены и роли матери. Отношения, которые изначально нацелены на серьёзность, являются высокоформализованными и не свободными для людей. Малейшие изменения, в которых у человека вызывают достаточно сильные, ну, скажем так, последствия. Понимаете, да? С чем, собственно, вы и столкнулись. То есть вот, человек хотел семью, человек вроде бы с вами общался, потом он изменился, да, потом у него приоритеты по какой-то причине поменялись, сейчас это неважно, по каким причинам они поменялись. И всё, и всё разрушилось. Крепкие ли такие отношения? Нет. Потому что, и на это я хочу обратить внимание особо, отношения не могут выстраиваться только на одной цели, например, на цели создания семьи. Создание семьи это хорошо, но единственной целью это быть не может, не должно. Понимаете, да? Поэтому здесь основная дисфункция, но то, что вы себя вините и то, что вы копаетесь в себе, говорит о том, что здесь вы пытаетесь решить какую-то свою собственную проблему. Понимаете? Собственную какую-то проблему вы пытаетесь решить здесь. Скорее всего, с мужчиной не связанную. Вот. Ну, например, например, может быть такой вариант, что вы пытаетесь решить проблему собственной безопасности или собственной состоятельности. Вот. Собственная стабильность. Может быть что-то решает. При том, что вы описываете, что вот вы, значит у вас есть всё, вы молодая красивая девушка, но у вас, судя по всему, не было мужчины, да? То есть, ну я имею ввиду, мужчина может быть и был, а вот отношений таких у вас нет. То есть, отношения не складываются. Но это тоже есть причины. Вот. То есть, понимаете, как это выглядит? Это выглядит так, что когда я отношения строила более, более естественным для себя образом, они у меня как-то не складывались. Поэтому я начала включать интеллект и начала нацеливаться в отношениях на что-то конкретное. Вот. Понимаете, да? Ещё раз. Ключевой момент заключается в том, как вы приходите к тому, чтобы себя винить. И, значит, ну, думать, что вы сделали что-то не так. То есть, вот, всё мешает вам принять то, что человек действительно мог измениться. Дальше. Вот вы пишете. Он сказал, что я на него давлюсь, что мне лишь бы выйти замуж. Вы знаете, это действительно, вот на это действительно похоже. Но вы на это никак не реагируете, а пишете, хотя я спрашивал его за его же слова. То есть, вместо того, чтобы разобраться в себе, а для меня вообще что важно-то? Человек, которого я хочу делать счастливым. Или какая-то вот форма отношений. Понимаете? То есть, пока что получается, что фактически вы выстраиваете отношения по расчёту, где отношения должны привести к конкретной цели обязательно. А формально вы выстраиваете отношения по любви. Так вот, так не бывает. Если люди выстраивают отношения по любви, они не могут знать, куда эти отношения их приведут. И они отдаются этому и проживают этот опыт, эти чувства. А если отношения по расчёту, то, извините, там никаких чувств, просто вот, как бы, этот самый расчёт. Дальше. Вы пишете. Значит, я не понимаю, зачем, значит, нужно было вот это всё делать, да? А потом от всего отказаться, сказав, что он мне не врал, а делал, как чувствовал. Вот. Вы как будто бы здесь занимаете родительскую позицию, мол, раз ты сказал, то всё, иди до конца. Если вы так же относитесь к себе, то вот вам ещё один момент, над которым стоило бы поработать с психологом. Люди меняются, их желания, чувства меняются, но вам страшна неопределённость. Вы хотите догадаться до причины, чтобы либо человек был неправ и обвинить его, либо увидеть свою неправоту и обвинить себя. Но чтобы так или иначе было, был вывод, что что-то, кто-то сделал неправильно, где-то была ошибка, а значит её можно исправить. Это про контроль. Понимаете? Контроль. Контроль. Это недоверие себе. Это наличие определённых болезненных мест у вас в душе, в психике. Это желание оказаться сильнее, чем вы есть и в целом сдавливание своей эмоциональной сферы. Это компенсационная модель поведения родительская, которая предполагает в отношениях ребёнка. Ну, собственно, мужчина ваш, он в какой-то степени, можно сказать, что ведёт себя как ребёнок, но его вот такое поведение, да, оно возможно благодаря только тому, что вы ведёте себя, собственно, как родитель с ним. Вот. То есть если бы вы не вели себя как родитель с ним, то модель могла бы измениться. Дальше. Предположим, что вы на самом деле серьёзные отношения хотите и так далее. В таком случае, для меня загадка, вот вы пишите, мы встречались без интима, потом он стал оставаться у меня ночевать. Я здесь не понял, появился у вас интим или нет, но вне зависимости от этого. Во-первых, оставаясь у вас ночевать, человек понял, каково с вами жить и ему могло что-то не понравиться. И оставаясь у вас ночевать без, ну, как бы, позиционирования себя как ваш муж, зачем человеку брать ответственность? То есть здесь недостаточная внимательность у вас наблюдается к вашим интересам. Сказали, что хотите семью, сказали, что хотите отношения, позволяйте человеку оставаться у вас ночевать. Вот. То есть, как бы, это странно. Люди, которые нацелены на брак, я сейчас немножко утрирую, конечно, но они в интимные отношения до брака не вступают. Потому что, ну, вот, как бы, станем мужем и женой, да, вот тогда, пожалуйста. Ну, позиции можно относиться по-разному, но она ничем не хуже, не лучше любой другой. А у вас здесь идет, как бы, ээ... ээ... несоответствие. Расхождение. Вот и все. Вот и все. Да, есть вариант, что мужчина просто хотел с вами перестать. Почему? Смотрите. Смотрите. Вы пишите. Значит, эээ... Человек разведён, да, двое детей, у развода всегда есть причина. Если вы собираетесь с человеком, ну, если он вам нравится, да, и вы хотите какого-то будущего, даже самого близкого, желательно выяснить, из-за чего произошёл развод, хотя бы с его слов. Потому что это оставляет травму, развод – это травма для мужчины, понимаете? Дальше вы пишите, он, как меня увидел, сразу стал проявлять внимание, общаться, было видно, что я ему очень понравился, он всегда был рядом. Ощущение, что у него была страсть. Это проявление страсти, увлечённости вами. Я сильно сомневаюсь, что здесь за такое короткое время, точнее, такое резкое чувство к вам, с учётом его опыта, можно назвать чем-то серьёзным. То есть, по факту, вы просто обратили внимание на то, что человек озвучил ваши собственные желания. при этом вы не особо сами отдаёте себе отчёт в том, от чего я-то хочу. Мне это как бы семья. Семья для меня – это что? То есть, понимаете, семья в данном случае, семья и брак в данном случае – это форма потребностей, но не её сущность, да, не её предмет. Вам необходимо увидеть предмет своего желания. То есть, отойти от формы и перейти к предмету. Тогда вам не обязательно будет создавать семью для того, чтобы получить то, что вы хотите. И вы сможете получить то, что вы хотите уже прямо сейчас. Если только, у вас нет каких-то установок, типа того, что мне 30, если я вот не выйду замуж в 30, то уже никогда не выйду замуж, а замуж я выйти должна, потому что если я не выйду замуж, то, там, не знаю, со мной что-то не так. Вот. То есть, ну, вот эта вот история. То есть, это в данном случае комплекс. И вот как бы косвенно, косвенно, то, что у вас комплекс намекает то, что вы себя винить. То есть, абсолютно естественную историю вы воспринимаете как свою вину. Это вызывает вопрос. Вот, собственно, то, что я могу вам сейчас сказать. Вот. И, пожалуй, последнюю. 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 На что я хотел бы обратить внимание. Последнюю. Вы говорите, что могло произойти, что человек так редко поменял свое мнение. «Почему вы думаете, что мы можем это знать?» Знаете ли вы, что психолог не обсуждает третьих лиц? Не занимается обсуждением третьих лиц. Это нарушение профессиональной этики. Мы можем помочь вам разобраться в себе, но мы не можем обсуждать с вами другого человека. Потому что, хотя бы, хотя бы, потому что, что это ни много ни мало просто гадание на кофейный гусь. Вот. Что там с человеком могло произойти, что у него могло изменить. Мы же не знаем. У нас только информация, которую вы предоставили. А эта информация не является объективной. Потому что даже через текст ощущается, что вы пишете на эмоциях. А для анализа нужна информация, материал. Понимаете? Какой момент. А ЭПВЖ, по сути, делу этого нет. Ничего. Вот. И отсюда возникает как раз проблема. Вот. Именно проблема, о которой я пытаюсь вам сейчас сказать. на этом все. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.